Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим следующий вопрос. Сколько было бесноватых в стране Гергесинской, Кадаринской? Действительно, этот вопрос представляется сложным. Я сначала прочитаю Евангелие от Матфея, потом от Марка и от Луки. Евангелие от Матфея, 8 глава, 28 стих. «И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем». Итак, здесь мы видим двух бесноватых. Но в Евангелии от Марка, 5 глава с 1 по 3 стих, мы находим следующие слова. «И пришли на другой берег моря, в страну Годаринскую, и когда вышел он из лодки, тот час встретил его, вышедший из гробов, человек одержимый, нечистым духом, он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями». По Марку это один человек, а не два, как у Матфея. Теперь Лука, 8 глава, 26-27 стих. «И приплыли в страну Годаринскую, лежащую против Галилеи, когда же вышел он, то есть Христос, на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду, не одевавшийся и живший не в доме, а в гробах». Итак, здесь мы видим некую экзогетическую проблему, и мы попробуем ее разрешить. Блаженный Августин в своей работе о согласовании евангелистов пишет, «А то, что Матфей говорит о двух спасенных от легиона бесов, получившего позволение войти в стадо свиней, а Марк и Лука называют одного, то это следует понимать так, что один из них был личностью более славной и известной, о котором страна скорбела и об исцелении которого весьма много заботилась. Желая это отметить, два евангелиста сочли нужным упомянуть об одном, о котором молва распространилась более широко и очевидно. И то обстоятельство, что слова демонов приведены евангелистами неодинаково, не дает повода какому-либо сомнению, так как они могут быть сведены по значению к одному и тому же смыслу. Или же можно принимать так, что они были сказаны все вместе. И что может быть противоречиво в том, что у Матфея говорится во множественном числе, а у других – в единственном. Ведь они сами повествуют, что на вопрос, как его называть, спрошенный ответил, что имя ему Легион, потому что бесов было много, равно как и в том, что говорит Марк, а именно, что стадо свиней было около горы, а Лука на горе. «Ведь стадо свиней было так велико, что нечто из него было на горе, а нечто около горы, потому что, как ясно указал Марк, было две тысячи свиней». Конец цитаты. Итак, здесь мы видим объяснение. Но если рассуждать по самому тексту, то совершенно очевидно, что там были не только свиньи, но и пастухи, которые после этих свиней, хотя не в каждом случае они могут и упоминаться, эти пастухи. Подобно там могли быть и просто люди из города, которые наблюдали за происходящим. Там присутствовали, конечно, все 12 апостолов, но Писание рассказывает о Христе и рассказывает о том, что его встретил весьма свирепый бесноватый, который доминировал над другим бесноватым, который как бы пребывал у него в подчинении. Поэтому никакого противоречия здесь нет, как не бывает противоречий, когда мы говорим, что какая-то высокая персона прибыла в какой-то город. Но это не значит, что он пришел в город один. Предполагается, что там была и охрана, там были его секретари, его помощники и так далее. Поэтому цепляться к речи тех, которые рассказывают о событиях, не стоит. Просто надо, устраняя внешние противоречия, посмотреть на данное событие с одной и с другой стороны. Тогда мы обнаружим золотую середину, которую я и вижу в объяснении Блаженного Августина. Спасибо вас, Господь, берегите себя.